Я вот спросить хотела, мне посоветовали, ну у меня получается же там по всякому можно сделать, там построится ипотека, без ипотеки, в общем где, смотря где там. И вот мне посоветовали на бумажечках написать, какие варианты возможны, и помолиться Господу, и какой вытащишь вариант, вот так и поступить. Вы когда-нибудь так делали? Никогда. Это когда избирали епископа, слепой достает, а так гадать не надо, надо разумом пользоваться. Условия какие? Рассчитай средства свои. Дальше. Одна ты или муж помогает, то надо все взвесить, а то тебе такое жребие выпадет, что завтра без куска хлеба останешься. В каком времени? Я уже на эту тему отвечал вам. Ближе к родителям. Ближе. И сначала стоит ли все это делать? Вопрос надо поставить сначала, а вот тут надо советоваться. Советоваться с теми, кто близко живут, верующие, строители, семьи. Как это сделать? Это не с бухты-барахты. Ты в том состоянии, в котором сейчас я говорю о жилье, горько жалеть будешь. Что ж я наделала? Вот какое время может прийти, а оно прямо рядом у тебя. Советчиков много, а по делу не знаю. Я-то говорю, мне как бы им все равно, а то не все равно, потому что ты же мучаешься. Ты сегодня знаешь, где спать, а завтра негде будет. А негде будет, у тебя детей отнимут, как бомжиха. Ты маленько вперед-то загляни, что будет дальше. Ближе к родителям. С мужем поласковее. Никогда его не упрекай ни в чем. А вот он такой. Ну, за что он тебе не нужен? Твоя задача, чтобы он был рядом. Поэтому молись и подчиняйся. Ни одного лишнего слова. Никогда не показывай свою хмурость. Муж-глава. Вот и ведь сказ. Я ничего другого-то не говорю, кроме того, что апостолы сказали. Вот я с которым говорил, советовали, восстановили семейную на такую. Все, у них пошло по-другому. Я у них на квартире жил. Его Александр звать, а она Марфа. Их, кажется, три ребенка было. Четвертый проверили, нельзя рожать. Делать аборт. Она пришла, что делать? Я говорю, молиться. Помолились, слезы утерли. Не надо делать. Ну, вот у них приехал из Казахстана. Они баптисты. Старик, он какой-то там по медицине знатный. Он ее обследовал, верующий, и говорит, рожать никак нельзя. Нельзя, значит, вместе с ребенком умрешь ты. Она пришла, я говорю, Марфонька, давай молиться. И этот родился ребенок, нормальный, хороший, Павликом назвали. Его так и звали, мой ребенок. Ну, что я его спас. Она после этого еще, кажется, семерых родила. У ней 12 детей было. Она опровергна своим рождением, послушанием, молитвой всех советчиков. Вот ответ. И не где-то, а в городе Пензе было. Это никакого секрета я не открываю. Так и было. Так что будь, Маргарита, очень внимательная. Не трогайся с места. Пока. Посмотри. Совсем невыносимо. У тебя там наводнение, землетрясение, как там в Турции. Тогда другой выразовывай. Перетерпи это. Тут все обжилось. Тут тебя птицы, собаки знают. А там как будет? Покупай не дом, а соседа. Я всю жизнь учился где ей. Приходилось на квартирах быть. Так я еще строитель. Построю, что у них не хватает. Сарая, подвалу. Уходя, все оставляю. Все бесплатно. Брал с собой только одно одеяло. А остальное у них оставляю. Поэтому у меня везде друзья. А ты пойдешь, чего возьмешь. Ну, никак не просто разрешается. Следует замолчать. Помолиться. Попытайся восстановиться стариками своими ближе. Вот это тебе могу такой совет дать. Потом ты не раз будешь Бога благодарить. Спаси Христос. Маргарита, у меня 83 года за плечами. В школе у нас было 4 класса. Остальное я уже по квартирам шел. По квартирам 10 классов закончил. Укончил техникум. И после этого сколько было. Жить негде. Женился, а жить негде было. Ну, тем более, что мы все отдавали. Покупать и не думали. Ну, как, то есть, плати десятину. А я платил всегда 9 десятин. 9. Понимаешь, что такое? Тысячу заработал, 900 отдал на дело Божье. Я очень ревностный был в этом деле. И вот прожил, по милости Божьей. И получилось, что давали квартиры, в бараке дали нам. А в барак нам продали. А потом-то деньги были. Я пищник много зарабатывал. Около церкви купили бабушкам где-то. А потом, что я реабилитировал, стал судиться с ними. И 11 лет шел суд, я и выиграл. Ну, и мэр города за меня, и прокурор края там. Важный очень лист это. Ну, и мировым соглашением закончилось. 13 соток и два здания готовых. В одном деревянное. В одном мы сделали церковь, храм. Так тут люди вокруг. Брат у меня священник. У нас общество какое. Потому что много людей обращалось. А братья, а ты одна. Будь очень осторожен. Цени то, что имеешь. Притом, то, что я говорю, ты с радостью принимай это. А не то, что мало ли что там брякнул. Старик из ума выжил, болтает. Ты же у меня была. Я боюсь. Ты была у нас. Как я тебя за ребятишек-то гонял? Не забыла? Ну, чуть-чуть, они уже там, ты не видишь, где они уже по деревне шлепают. Ребятишки исчезнут. Их покупают на органы. Тысячи детей только в одном городе потерянное. Так сиди, замри, чтобы тебя не видно. Если можно, там старики будут водиться, они любят. Так они неверующие. Еще надо разобрать, кто из нас верующий-то. А молиться, значит, и что, они каждый день детям будут говорить, бога нет, что ли? Ты пришла, помолились, и надо быть очень осторожным. Это не серьезно. Родных бросить и... Ну, все, Маргарита, отошел я. Будь жемчужиной настоящей. Игнат Тихонович, хочу вас поблагодарить вообще за то, что я вот вас нашел в интернете. Я вот, у меня еще такой вопрос. Я вот, когда начал молиться с вами усиленно, у меня вот эту неделю вообще какие-то, короче, ну, сны начали сниться, кошмары подступают. И прям я вот вижу во сне четко, вот мне голос слышу, отчетливают. У меня вот вот будят, как будто незрачные люди какие-то, говорят, вставали, пришли за тобой. Я начинаю просыпаться, у меня какой-то стран жуткий охватывает. И на молитве точно так же. То есть я вот и хотел у вас поинтересоваться, что это такое. Вы боретесь со сном, да? Нет, ну, у меня, да, во сне они, получается, через сон какую-то вот со мной беседу ведут. Что-то так, голос как-то прерывается, затухает, и я не все понимаю. Я понял, что у вас, что вы просыпаете, когда на молитву идти надо, а вы спать хотите. Так, нет? Нет, то есть я вот, ночь проходит, у меня ночью, допустим, я под утро, начинаю, когда просыпаться, у меня вот такой сон. То есть он какой-то поверхностный. А кем работаете? Кем работаете? Я сейчас, я полиции раньше работал, сейчас не работаю. Макарий Александрийский, его встретил монах один, он несет мешок. Что делаешь? Он в одном конце пустыни нагребет, на другой тащит. А я томлю томящего мя. Надо до пота лица работать. Вот за мной наблюдали, я хвалюсь Господом своим. За мной наблюдали 47 примерно секунд, мне чтобы полностью отключиться. Почему? Я сон сократил до двух с половиной часов в то время. И поэтому последние уже минуты перед сном я уже едва-едва дышу. И поэтому сразу просыпаться всегда в 4.40. Ну, сейчас я раньше ложусь, встаю где-то в 3 часа, а в 4.40 остальные люди встают. А я в это время разбираю почву в интернете, у меня большие ресурсы. Вы во всем деле смотрите, я живу последний день, с чем я предстану Господом? Вот. Больше работать. Находи. Нет. Не в спортзал не работать, а кому-то помочь надо. Труд и молитва, в общем, да? Да. Антоний как-то просил, Господи, покажи, кто я. И вдруг видит сам себя. Он стоит, сидит там и там какие-то веревки вьет там. А потом встал, поднял руки, вопиет к Богу, опять сел. Он сам себя увидел со стороны. Вот у нас работали, я скажу здесь, которые братья. Ну, уж я, это, Виктор Николаевич Асавченко, это, это, это вообще миссионер с нами везде ездил и работал. А вот год первый был у нас вот здесь Николай Георгиевич Кузьмин. Вот он сидит, такая обширная борода у него на троих. Ну, он знает, как мы встаем, как работа была у него. У нас он приехал где-то. У нас льготы никому нету. А почему? А льготы, умрем, там уже отлежишься. Надо успевать. Знаете, Николай Георгиевич, а во время молитвы, когда вот подступает какое-то волнение, страх, это что вообще как это? Ну, что, что подходит? Бороться надо. Что-то не так было, вернись назад. Я несколько молитвей считаю наизусть и повторяю назад. Вот мыслями куда-то заплелся. И опять сатана непобедимый, кажется. А тут разобьешь его наголо, и он близко не подходит. Вот сон я сокращал по пять минут. И, наконец, довел два с половиной часа. Попробовал дальше, стал на ходу засыпать. Сижу, печатаю, прям во время печатания носом ударился. Раза три, наверное, нос разбивал. Со стула падал. Ну, думаю, дальше нельзя. Организм не тянет. Себя надо испытать, на что ты годен. Испытывайте себя, Павел. Говорит, верили вы? И так бегите, чтобы получить. А у меня как раз сейчас коленки обе заболели. Но я все-таки хожу. Вот, во вторник... Спасибо, Христос. Да. Во вторник это будет 14-е. Меня опять повезут на обследование. Ну, я не даюсь, никаких там уколов не делаю. Колени. А сколько они у меня и в холоде были. Еще только со мной враги не делали. Так что 83 года, что спрашивать-то? Ну, хожу сам еще. Ну, все. С Богом. Отошел я. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух.